Как прошло оперативное совещание с Таимуразом Тускаевым и какие нарушения выявили в детских садах республики? Об этом и многом другом расскажем. Это новости на телеканале Осетия в студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Такой чудесный, замечательный подарок нашим детям. В Пардоне после реконструкции открыли главную площадь города, благоустроили ее в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Через суд доказывали, что мы здесь проживаем. Поселок без регистрации молодежный. Он входит в границы населенного пункта Гизель, но по документам к селению не относятся. Из-за этого местные жители сталкиваются с чередой проблем вот уже много лет. Мы работаем с огромным энтузиазмом, с огромным граньком. Это было давно нами запланировано, но не было возможности. Средневековый город Татартуг вновь исследуют. Археологи Северной Осетии и Москвы начали раскопки в Кировском районе. Что уже удалось найти? Юрий Газаев покинул пост главного тренера Владикавказского «Спартака». Информацию подтвердили в Министерстве физической культуры и спорта. Причиной ухода стали семейные обстоятельства. О своем дальнейшем трудоустройстве наставник команды предпочел пока не сообщать. По его словам, предложения ему поступали и даже заманчивые. Но пока что бывший главный тренер планирует отдохнуть. Напомним, Юрий Газаев возглавил Владикавказский «Спартак» в январе 2018 года. Сейчас осетинский клуб занимает 12 место в зоне юг 2-го дивизиона страны. Конституционный суд Северной Осетии огласил свой вердикт по жалобе двух жителей республики о незаконности отмены парламентом в 2017 году одномандатных округов. Ответим, что сейчас в парламент республики можно избираться только по партийным спискам. По мнению СОВ, такие регуляции ограничивают конституционные права широкого круга лиц. Речь о тех, кто не хочет вступать в партии и, следовательно, лишается возможности избираться в парламент. Конституционный суд республики выносил вердикт 4 месяца. По решению суда, закон о выборах депутатов парламента в Северной Осетии не противоречит Конституции республики и федеральному законодательству. Я не могу понять, почему наш парламент принял, наш конституционный суд принял это. Да, согласно законодательству вроде как и правильно, но почему наша республика всегда выбирает такой путь? Для меня это непонятно. Ни как гражданину, ни как женщине. И от этого такая активность на выборах населения, что люди перестали просто верить этим выборам. Вот и все. Очень жаль. Я думаю, я пойду дальше. Продолжение следует... В Ардоне сегодня открыли центральную площадь после капитальной реконструкции. На торжественной церемонии присутствовал председатель правительства республики Таймур Астускаев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Тимур Артабаев, руководство района и жители. На территории более 4000 квадратных метров установили новые лавочки, современные элементы освещения, урны, проложили брусчатку, тротуарную плитку и бордюры. Территорию удалось благоустроить в рамках проекта партии «Единая Россия». Городская среда, жители Ардона сами выбирали привести в порядок эту территорию. На площади также открыли светодинамический фонтан. На эти работы потратили 8,5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. Жителей поздравил премьер Таймур Астускаев. Все показатели, которые характеризуют это развитие, имеют устойчивую, положительную динамику. Мы строим объекты образования, здравоохранения, водохозяйственного комплекса, дорожного строительства. Ардонский район имеет замечательные традиции в культуре, в спорте. Я уверен, что вот эти славные традиции, которые заложены вашими старшими, будут продолжены. А вам мира, успехов и благополучия. С праздником, друзья! Сегодня же в Ардоне открыли и детскую игровую площадку. Ее построили рядом с центральной площадью. Такая игровая зона там была необходима. Отметим сертификат на строительство площадки. Жителям Ардона подарил глава республики Вячеслав Бетаров. Просторная детская площадка отвечает всем требованиям и стандартам безопасности. От имени родителей Ардонского района хочу выразить благодарность главе республики Бетарову Вячеславу Василию Михайловичу за такой чудесный, замечательный подарок нашим детям. Нам очень приятно привезти сюда детей, где можно их чем-то развлечь, увлечь и порадовать их. С мягким покрытием, да, за детей можно не переживать, что они где-то себя поранят. Удачно расположено здесь находится парк, площадь очень красивая, новая, центр Ардона. То есть не только можно здесь гулять, но и в округе здесь. Жители поселка Молодежный вот уже несколько лет сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, люди не могут определить место своей регистрации. По факту поселок находится на территории селения Гизель, а вот по документам нет. И одной только бумажной волокитой проблемы не ограничиваются. Ситуация запутана с самого начала, с момента выдачи жилищных сертификатов, где тоже все не так гладко. В непростой истории разбирался мой коллега Хеток Плеев. В молодежном поселке всего 107 коттеджей. Как говорят сами жители, в документах в месте регистрации обозначено селение Гизель. Но на деле к Гизели поселок не относится, до которого буквально метров 30. Поселок-призрак. Так молодежные называют между собой его жители. Тамерлан Бекузаров купил здесь дом с рук. Говорит с проблемами, сталкивается чуть ли не на каждом шагу. Когда нужно, бывает, какую-то справку брать, сталкиваемся сразу с проблемой. Типа, по месту прописки собирайте справки. А у нас этих справок, ну, мы же здесь пока не были прописаны. И на балансе не состоим. Мы оплачиваем все, да. Но, допустим, пришел, за газ тебе надо справку взять, что ты газ там-то и там-то оплачиваешь, да, в Октябрьском. Тебе его, в смысле, говорят, мы не можем дать справку, вы прописаны в другом месте. Под строительство этого поселка выделили 22 гектара. Но во время работ было много ошибок. С одной стороны, некачественно построенные коттеджи. С другой, проблемы с документами. С 2016 года дирекция жилищных строительных программ руководит Зоя Бесолова. Говорит, когда возглавила организацию, столкнулась с полной неразберихой. Из 168 семей жилье получили 107. Все они подписывали договор о покупке квартиры или коттеджа, построенного в будущем. Договоры прежнее руководство организации проводило через небезызвестный Банк развития региона. И в целом, говорит Зоя Бесолова, очень много вопросов к бывшим руководителям. Как таковой, этот поселок не был никому передан. Просто им давались акты приема-передачи, они составляли кадастровые паспорта и вот так получали собственность. На сегодняшний день, я еще раз возвращаюсь, этот вопрос очень остро поставлен на уровне главы республики. И постоянно у него под контролем. Вот сейчас идет эта работа. Руководство республики уже выделило обманутым дольщикам 49 участков рядом с поселком. Но на этом останавливаться не будут. Министр госимущества и земельных отношений Северной Осетии Руслан Тедеев уверяет, что и проблему с регистрацией поселка решат до конца года. Но есть еще другие задачи, которые необходимо выполнить. Очистные сооружения, которые никакой документации не имеют, кроме каких-то там мнимых каких-то выписок и так далее. На сегодняшний день эти очистные сооружения не работают. Главой республики поставлена задача отремонтировать и передать их уже пригородному району. Но передачи не может быть, так как на них прав нет. То есть следующий шаг это будут объекты как бесхозяйные. И пригородный район на них заявится. И уже как бесхозяйный объект они будут регистрировать право за собой. Жители поселка говорят, устали от неопределенности и бесконечной бумажной волокиты. И надеются, что уже Новый год встретят без прежних проблем. Хеток Плиев, Хеток Гопоев, Александр Каджаев. Новости Осетии. В 2019 году в Северной Осетии заменят 96 лифтов в 38 многоквартирных домах. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ и Республике. На это потратят 206 миллионов рублей. Всего замене подлежит 166 лифтов. В этом году отремонтировали 36. Например, в Моздокском районе поменяли кровлю, отремонтировали фасад и заменили часть инженерных систем. Также до конца этого года планируется заменить 70 лифтов в 25 многоквартирных домах. Новое лифтовое оборудование отмечает всем техническим требованиям. Кроме того, по факту завершения этих работ специалисты отремонтируют подъезды в многоквартирных домах. На сегодняшний день общий котел, благодаря которому ведутся все работы, что такое общий котел? Это денежные средства, которые собирают граждане в качестве взноса на капитальный ремонт. Весь тот спектр выполняемых работ, он выполняется именно за счет этих денежных средств. И часть граждан платит за капитальный ремонт, другая часть граждан не платит. Я вам могу сказать, от того, насколько будет улучшена дисциплина по взносам, настолько быстрее капитальный ремонт придет в тот или иной многоквартирный дом. И вот эта ситуация, когда в части многоквартирных домов, вы помните, после града протекают и сегодня крыши, вот эта ситуация будет коренным образом исправлена. И я думаю, в ближайшее время вот эти многоквартирные дома получат новый капитальный ремонт. Активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии проверили детские сады. Мониторинг дошкольных учреждений состоялся не только во Владикавказе, но и в районах. По словам экспертов ОНФ, нарушения есть. Какие и будут ли их устранять, выясняла Галина Григорян. Первый пункт общественников – детский сад в станице Николаевска. Его построили более полувека назад. Игровая площадка сразу привлекает внимание. Несмотря на то, что ухаживают за качелями регулярно и ежегодно их окрашивают, все же требованием они не отвечают уже очень давно. Но руководители администрации говорят, оставить детей совсем без игр на свежем воздухе не могут. Своими силами пытаются приводить все в порядок. Мы провели воду в садик, 154 метра водоснабжения. Сделали новые источные ямы. К сожалению, на остальное нет финансов. Сейчас необходима нам замена электропроводки, так как она очень сильно устарела. Нам необходим забор поправлять. К сожалению, я смету не могу составлять. Но я думаю, порядка где-то миллиона хватит. Поддерживая детский сад в достойном виде, помогают родители. Латают дыры, клеят обои, покупают бытовую химию. Но есть такие проблемы, которые без помощи властей не решить. Например, заменить сантехнику и проводку. Моей старшей дочери 18-19 лет, младшей 4 года. И вот столько времени за счет родителей садик существует. И, конечно, за счет сплощенного коллектива. Они делают ремонт, но все за наш счет. Крышу нам поменял завод, который находится в Муссдахе. Спиртзавод. Это сделали они. Елку тоже спонсор. Хорошо, что нам еще спонсор елку покупает. Похожая ситуация в детском саду в селении Кураурсдон. Маленькая детская площадка, нет игрового оборудования, проблемы с сантехникой. Общественникам получить разъяснение администрации детского сада «Березка» не удалось. Активисты Общероссийского народного фронта проверяют общее благоустройство территории, состояние и наличие необходимой инфраструктуры учреждения. Главное, по их словам, как можно скорее исправить ситуацию в наиболее плачевных учреждениях. Отсутствие спортивной площадки, недостаточное количество игровых площадок, навесов. Очень сказывается на качестве получения услуг. Реакция бывает моментальная, то есть в управление образования вызывают заведующих детскими садами и вместе делают такой план мероприятий, чтобы эти все недостатки устранить. Что-то устраняется сразу, что можно устранить сразу, что-то ставится в план. Такие проверки активисты ОНФ проводят регулярно. В этом году она последняя. Но общественники говорят, будут продолжать и дальше. Впереди большая работа по созданию комфортной жизни для малышей. В этом году активисты ОНФ проверили порядка 20 детских садов в районах Северной Осетии. Практически везде детские площадки оставляют желать лучшего, а где-то их и вовсе нет. Все замечания будут отправлены в местный АМС, а после в Министерство образования республики. Галина Григоряна, Слан-Тебиев, Новости Осетии. Приобщать всех желающих к культуре осетинского народа и обучать традициям и обычаям будут в школе Иронахдау. Ее открытие состоялось накануне во Владикавказе. Школа работает при Высшем Совете Осетин. По словам организаторов, она будет функционировать на постоянной основе. К преподаванию привлечены известные специалисты, историки, краеведы, философы, социологи, работники культуры и искусства. Занятия будут проходить один раз в неделю по улице Фрунзе, 24. Специально для этого выделили отдельный зал вместимостью 100 человек. Я бы сравнил это с компьютерной программой, операционной системой Windows, которая руководит всем, что делает компьютер. Вот это и есть, грубо говоря, это и есть Иронахдау, который здесь программируется с самого роднего детства, через то, что родители дают, через то, что дают дедушки, бабушки, через то, что фамилия, соседи. Вот это все вбирал человек раньше, особенно в селах, и впитывал как бы по крупицам, по крупицам, и в конце концов получалось что-то такое цельное. Спасибо. В средние века здесь находился крупный оландский город Татар-Туб или Верхний Джулат. Расположение городища не случайно. Историки объясняют, именно это место, которое теперь известно всем, как Ильхотовские ворота, с древности считалось стратегическим пунктом. Ведь связывало Северный Кавказ и всю Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Ближним Востоком. В первый же день раскопок специалисты нашли археологические находки. Культурный слой земли здесь достигает около двух метров. Это остатки деятельности человека. Строительный и бытовой мусор, древние сооружения. По словам археологов, это место очень богато артефактами. Действительно, фрагменты керамики здесь буквально на поверхности почвы. В истории городища выделяют два этапа – Аланский и Золотоордынский. По предварительным подсчетам ученых, площадь города уже в аланское время составляла около 400 гектаров. Это был крупнейший средневековый город не только на территории Алании, но и на всем Северном Кавказе. Еще во время первых раскопок в 50-х годах археологи обнаружили здесь четыре церкви и две мечети. Вот эти культовые сооружения, они находились в непосредственной близости друг от друга, в перемешку, что свидетельствует о том, что здесь, в этом городе проживали мусульмане и христиане, вполне терпимо друг к другу относились, и у них не возникало никаких конфликтов на конфессиональной почве, что, собственно, характерно и для современной Осетии. Население города, по предположению археологов, могло составлять более 10 тысяч человек. В то же время историки отмечают, в этой местности не было таких земледельческих угодий, которые могли бы прокормить жителей. Скорее всего, люди могли заниматься производством или другими видами хозяйства. Сейчас задача археологов понять, как жили здесь люди в разных эпохах. Это очень важные памятники, городище Верхний Джулат и Змейский катакомбный могильник, который является некрополем этого города. Также мы, соответственно, хотим понять, как соотносятся эти памятники друг с другом, проследить вот эту наиболее тесную связь, которая наблюдается по некоторым моментам. До сих пор продолжить масштабные раскопки не удавалось, не было финансов. Ведь это дело трудоемкое и затратное. Благодаря помощи меценатов удалось приступить к исследованиям. На сегодняшний день не было возможности провести эти раскопки. Это очень важный памятник, это очень важное городище, но не было финансирования. И благодаря нашему земляку из Магадана, Калхидову Казбек Сокровичу, который нас обеспечил всем необходимым и профинансировал нас, мы организовали вот эту работу. Археологические раскопки здесь продлятся еще неделю. За это время ученые надеются успеть найти как можно больше. Но этого мало, чтобы в полной мере исследовать территорию, необходимы дополнительные ресурсы. Историки надеются получить полноценное финансирование, чтобы весной начать масштабную экспедицию. Телентин Музашвили, Хэтак Гопоев, Новости Осетии. В Беслане состоялся республиканский турнир по вольной борьбе среди юниоров в памяти заслуженных тренеров России Рамазана Дзагоева и Олега Наниева. Участие в нем приняли более 200 юношей в пяти весовых категориях. Турнир проводят ежегодно с 1994 года. По словам главы Правобережного района Сослана Фраева, эти соревнования послужили хорошим трамплином для таких именитых спортсменов, как Артур Таймазов, Ирбек Фарниев и Хаджимурат Гацалов. Состязания организовали при поддержке Министерства физической культуры и спорта Северной Осетии и Администрации Правобережного района. Победителей наградили кубками, медалями и денежными призами. К этому часу у нас все. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин